Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Народный интерес». Ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссёр Александр Цанников. Сегодня у нас в студии работают наши братья-славяне-болгары. У нас Ильян Цонев, директор делового центра Болгарии в России. Добрый день. Здравствуйте, Ильян. И Катя Жекова, которая представляет службу торгово-экономических вопросов Республики Болгария в России. Всё правильно сказала, Катя? Да, добрый день. Добрый день. Добрый день, друзья. Во-первых, я вас поздравляю, я нас поздравляю с нашим общим праздником. Да? Да, праздник. А вот вы знаете, у нас не все наши слушатели знают, какой праздник. А праздник – это день славянской письменности и культуры. Какой в Болгарии? Какие вообще в Болгарии самые большие праздники? У нас как? У нас Новый год, День Победы, 8 марта. Вот это то, что отмечают все. А что отмечают все в Болгарии? Какие праздники? Ну, я хочу начать 24 мая, День славянской письменности, потому что для каждого Болгара, самого маленького и пожилого человека, это настоящий, настоящий такой душевный праздник, потому что это День духовной культуры славянских народов, День славянской письменности. И все мы отмечаем каждый год со своих школьных лет до глубокой старости. Отмечаем в школах, отмечаем на улицах, в торжественной обстановке или так с друзьями, потому что День славянской письменности – это объединяющий праздник всех Болгар. У нас тогда идут такие большие, ну, я не хочу использовать слово «демонстрация», не могу найти это слово, но люди выходят на улицы с букетами цветов, с флагами, с плакатами, с образами братьев Кирилла и Мефодия, с плакатами с славянскими буквами. И просто все очень-очень так душевно празднуют. Есть сцены с выступлениями артистов, есть выставки болгарских художников, и это мы делаем каждый год. Для нас это настоящий народный праздник. Как интересно. Казалось бы, письменность и культура, ну, это настолько привычно, что все умеют писать, все читают книги, все ходят в кино. Ну, а почему это вот, в чём корень вот этого осознания, что это самый большой праздник? Ну, потому что духовная составляющая – это одна из основных характеристик болгарского народа. Духовность болгарина, она во все времена ему помогала выжить даже в самые сложные исторические ситуации. И вот, как бы ни странно, именно эта духовная составляющая связывает и болгарского народа с российским народом, потому что у нас много исторических связей и в глубоком прошлом, и сейчас многое нас связывает. Но всегда вот основная – это именно духовная составляющая. Общая православная религия, общий славянский альфавит – вот это являются очень-очень такими сильными объединяющими моментами. Вообще интересно, когда слушаешь болгарский язык, сразу представляешь храм, в котором читается молитва. Потому что болгарский язык – это все равно, что древнерусский. Очень похоже. Да, это точно. Это точно. Очень похоже. И этот год для нас, как славяне, очень так значимый. Дата 24 мая, потому что этот год является 1150 лет. Это годовщина от создания альфавита. Так что все славяне должны отчитывать это и думают, что все будут подготовить свою программу. Вот в Болгарии, в каждый город есть такие программы, где люди так дают свое сердце, все от сердца. И выходят перед памятник Кирилл Мефодии, поставят веньки. Вот мы здесь тоже, посолство Республики Болгарии, наш посол, господин Бойко Котев, тоже организовывает это. И мы 24 мая в 9 часов будем на памятник Кирилл Мефодии. Так что приглашаю всех славяне. Приезжайте, будем вместе. То есть это наше общее, это праздник, на самом деле, прежде всего русского и болгарского народов. Ну, это и другие славяне. И не столько, и другие славяне, да. И другие славяне тоже используют альфавита. Просто у нас что-то так объединяет больше, чем другие. Я не знаю, Катя говорила про это духовное, которое нам, история и так далее. Ну, вот это благодаря этому, которое нам, что нет языковой барьеры, вот последние несколько год чувствуется и в туризме, и в недвижимости, и вообще в все сферы, которые нам в последний год очень активно развиваем. Так что мы рады, что есть Кирилл Мефодии, что были эти братья, что создали эту азбуку. И дай Бог, что и наши дети, и внуки там тоже этого знали, и эта традиция продолжала. Ну, вообще нынешний год богат на большие праздники такие. Это первое, 135 лет, Катя. Ну, да, 135 лет с освободительной для Болгарии русско-турецкой войны. Война, в которой русские войска просто сражались не против турков, а чтобы освободить своих братьев Болгарии. Вот не случайно у нас в Болгарии, когда обращаются так тепло-сердечно к россиянам, говорят «братушки». Вот это слово, которое подсказывает именно эти дружеские, братские связи между нашим народом. Как и сказал Ильяна, у нас и православие является объединяющим элементом. Может быть, и не случайно там, где сражались русские войска, болгарские ополченцы, на вершине Шипка стоит памятник, памятник русско-болгарской бойной славы. Но рядом с этим памятником и храм, храм, который построен именно в память русских войнов, впавших за свободу Болгарии. Храм, который и сейчас болгары ценят, заботятся о нем. И не только об этом храме. Много памятников российской бойной славы на территории Болгарии, о которых болгары заботятся. Более 450 памятников, которые в Болгарии. И надо сказать, что эти памятники находятся в очень хорошем состоянии. Знаете, никогда не было такой информации, которая, к сожалению, приходит к нам, что где-то надругались над памятником, где-то допустили какие-то некрасивые поступки, а в Болгарии никогда этого не было. Ну, было однажды, когда памятник Алёши шли такие, когда в начало 90-х, что вот это не надо. Это годы были такие. Притом очень показательно, что тогда за этим памятником заступились люди разного возраста. За Алёшу. За Алёшу разных политических убеждений. Потому что для болгарина Алёша – это символ. Это символ отношений к России, это символ тех позитивных сторон нашего прошлого. И Алёша стоит, стоит в Болгарии. Знаете, когда я вас пригласила на эфир, один человек, и говорю, вот у меня придут болгары. Один человек говорит, как ты можешь приглашать? Они члены НАТО. Что это такое? Вот ты их приглашаешь. Я в ответ сказала, что, будучи в Болгарии, я даже услышала фразу, что у нас президент с Соединёнными Штатами, премьер, ну, это было некоторое время назад, что премьер из Германии, а народ с Россией. Соответствует это действительности или нет? Да, это сказал наш диссидент Радой Ралин около 15 лет назад, точно в эти трудные годы, которые мы говорим в 90-е, когда вот люди так трудно переживали. И вот тогда в этой трудной временной тоже было так, что народ всегда был и останется с Россией. И вот это очень такая политика и очень такая духовная связь, что нам никто не может это помешать. Некоторые иногда говорят, да, конечно, Болгария, Болгария маленькая страна, она заинтересована в России, потому что Россия – это большой рынок сбыта, Россия всё-таки сильное государство, ну, всегда тянутся к сильным. Ну, есть, типа, есть какая-то выгода. Ну, на мой-то взгляд, выгода всегда есть в любых отношениях. Выгода быть в дружбе, всегда дружба – это лучше, чем ссора, это понятно. Но вот вы сейчас очень много работаете в России. Какие ваши задачи самые главные? И что у вас получается, что не получается? И что хочется сделать? Ну, я уже 4 года как здесь работаю. И хочу сказать, что благодаря этому у меня много друзей, много контактов здесь и много, что мы сделали. Хочу сказать, что бизнес, который здесь сейчас обратно возвращается на этот рынок из Болгарии, ему очень трудно, потому что мы в 90-х годах потеряли этот рынок. Мы сейчас обратно возвращаемся, и конкуренция очень большая. Ну, вопреки этого мы стараемся, работаем активно. Вот с Катей мы работаем по туризму, и у нас очень хорошие успехи в области туризма. И движимости тоже очень хорошие успехи. Вот как раз здесь я сейчас и задам этот вопрос. Ваши успехи в туризме и в бизнесе – это плюс, конечно, Болгарии. Почему? Потому что Болгария получает рабочие места, Болгария получает деньги, которые россияне привозят, отдыхая. А что Россия от этого имеет? Ну, Россия, значит, я думаю, что сначала говорим, что для российских людей это здорово, Болгария, солнце. Там отдых хороший, там люди заряжаются с энергией, возвращаются здесь. То есть моря-то у нас тёплого всё-таки мало, прямо скажем, чёрное море, вот так вот. А в Болгарии… Ну, там природа хорошая, там вот болгарское гостоприимство очень известно. Я сказал, просто они идут там как в доме, как второй дом. Они не чувствуют себя далеко из родины. Там их все хорошо встречают, общаются с собой. Опять же возвращаемся к празднику. Нет языкового барьера. Опять День славянской письменности и культуры. Даже если просто болгарин будет говорить чуть помедленнее, русский его поймёт. Конечно. Да. И даже в церкви, если он поедет, тоже его всё одно и то же, там все это, которые литургии, там всё это на старославянский язык. На улицах, надписи на улице, там, где у нас они на болгарском языке, они вполне понятны российскому туристу. И при том детям, о которых Илья рассказал, Болгария – это не чужая страна, и родители спокойно отправляют своих детей отдыхать в Болгарию, потому что они знают, что там спокойно, что у них отдых будет в надёжных руках. Вот поэтому у нас в последние годы и так много российских детей отдыхают у нас, и знакомятся с культурой Болгарии, знакомятся с болгарскими детьми. Вот потом эти связи перерастают в более такую активную дружбу. При помощи интернета дети продолжают общаться. Так что вот эта связь чисто человеческая, ну, кроме торгово-экономической, она тоже существует, и она, кажется, ведущей в этих наших отношениях. Была у нас песня в 80-е годы «Телефонная связь, ненадёжная связь, если нету любви». Так вот, если есть любовь, если есть отношения, дружба, вот такая связи человеческие, тогда можно горы сиромить. Дорогие радиослушатели, это передача «Народный интерес», ведущая Татьяна Федяева. Сегодня у нас в студии работают Ильян Цонев, директор делового центра Болгарии в России, и Катя Жекова, возглавляющая службу торгово-экономических вопросов Республики Болгарии в России. А говорим мы о нашем общем празднике, это День славянской письменности и культуры. И, между прочим, этот год юбилейный, потому что в этом году исполняется 1150 лет огромному событию. Но вот, Ильяна, опять возвращаемся к этому событию. Какое всё-таки событие это? Ну, это событие, которое все славяне знают, помнят. И вот поэтому на 24 мая все там организуют это мероприятие, ставят венки перед памятник Кирилл Мефодий. В каждой школе в Болгарии на этот день дети получают свои дипломы, получают свои ленты, которые они ставят на свои груди, как отличный кто, отличный кто. А, у нас обычно в этот день последний звонок, тоже такое совпадение, да? Тоже последний звонок. Вообще, это каждый человек, который, конечно, учился, это помнит и очень так переживает, когда на 24 мая каждый год встречает, он знает, что это было. И это самые хорошие годы у каждого человека, школьные годы. Когда ты начинаешь только учить. Вообще, период познания. Это самый ценный, наверное. Ну, и знаете, насколько приятно, когда мы здесь каждый год возлагаем венцы у памятника Кирилла и Мефодия, который находится в центре Москвы, в самом центре Москвы. И рядом с нами и российские дети, которые тоже специально к этому поводу приехали, и тоже возлагают венцы и цветы у этого памятника. А мы знаем, что в Болгарии вот наши дети у такого же памятника Кирилла и Мефодия, который находится в центре Софии, именно в то же время тоже возлагают венцы. Это как перекличка такая. Ты понимаешь, что в это же самое время? Да, так что просто праздник, он идёт, ну, как лучше солнца. Он идёт повсюду, везде, где есть тёплые сердечные человеческие сердца. Это как День Победы для россиян. Вот если мы заговорили о Победе, то именно в этом году был учреждён у вас очень ценный такой, ценная награда – это Самарский крест. Да. И название само по себе интересно – Самарский. Самарский крест – одна из таких почётных наград, из самых почётных наград Болгарии. Вот, казалось бы, Самар – это русский город. Общественный фонд, который этот Самарский крест придумал, который, так, уже, значит, всё это он готов. И наш посол здесь, каждый, так, который помогает, который дал свой принос для Болгарии в российское отношение, он этот крест с решением общественного совета, общественного фонда, он вручает. И я несколько раз был вместе с посла и смотрю, как наши братья, которые получают россияне, слезами на глазах просто у них. И это значит, что это очень так душевно, очень искренно, очень… Это для нас очень важно, чтобы этот Самарский крест, который был на флаг ополчения Болгарии, который… Ведь это вышивали монахини в Самаре. Да, девический монастырь в Самаре. Да, женский монастырь. И потом это знамя, как доставляли в Болгарию. Да, это часть от флага, который сохраняется. Это как наш флаг победы у нас сохраняется и почитывает это. Так что очень для нас важно это, чтобы… То есть вот ещё одна такая параллель, да? Да. Вот не только Кирилл Мефодий, мы уже ближе к нашей новейшей истории, это 135 лет, этому событию, этого окончания войны турецкой. Ну, и интересно просто отметить, что благодаря нашего посла очень активно, сейчас мы все работаем в этом направлении, организовать вот такие маршруты по Болгарии, по дорогам российской бойной славы. Вот идут разговоры с Министерством культуры Российской Федерации, чтобы вот эти маршруты стали частью программы патриотического воспитания российской молодёжи, потому что они важны и для болгарской, и для российской молодёжи. Беречь память, сохранять и знать, что предки, они недаром дали свою кровь на освобождение братьев славян. Я перед передачей смотрела материалы, и действительно, люди всех национальностей, живущие в России, те, кто воевали, проходили через Болгарию очень много. И начиная и с русско-турецкой войны, когда смотришь, что там были и Красноярск, то есть Сибирь самая далёкая, Иркутск, вот Самара, мы уже говорим, Подольский полк там и так далее, и так далее. То есть вот она представлена была, даже не только Россия, весь, я бы сказала, Советский Союз даже. Да. А вот, Катя, Вы сказали об этих маршрутах. Ну, приведите пример одного из таких маршрутов по местам боевой славы. И почему он будет интересен детям и взрослым? Ну, значит, я хочу немножко так обратить взгляд на наше туристическое, я бы сказала, прошлое, когда очень популярная форма поездки в Болгарию была форма поезда дружбы. Правда, это было в то время, когда поездами туристы ездили во всём мире. Сейчас почти все туристы предпочитают полететь самолётом, чтобы не тратить время. Но вот поезда дружбы, которые были в Болгарию с нашими российскими друзьями, они ездили по таким местам, где находятся вот места русской боевой славы. Это город Плевень, который очень глубоко связывал свою историю с освободительной русско-турецкой войной, где находится, кстати, и знаменитая Плевенская панорама, которая является прекрасным памятником болгаро-российской дружбы, потому что вот эту панораму организовали вот российские художники, которые работали над панорамой Бородинской битвы. Это вершина Шибка, где находится и памятник русской боевой славы, где находится много памятников вокруг. Это целый комплекс таких объектов, которые отмечают вот тот подвиг русских войск в годы русско-турецкой войны. Вот церковь, русская церковь в городе Шибка недалеко от этого памятника. Алёша, который стоит в Пловдиве. В Пловдиве стоит над горой Алёша в Болгарии у нас есть солдат. В Софии есть много памятников, связанных с Россией, и вот с этим периодом нашей истории это памятник царя-освободителя, который находится в самом центре города, напротив здания болгарского парламента, кстати. В Софии, да. И именно перед русской школой, знаменитой русской школой, школой с изучением русского языка имени Пушкина. Так что многие говорят, вы в Болгарии русский язык не изучаете, но нету города в Болгарии, где нету хоть одной школы с изучением русского языка. А, кстати, какая динамика общая? Ну, вот я поняла, что очень интересный маршрут. И, кстати, если туда поехать, то не только удивиться, не только поклониться этой памяти, но и можно отдохнуть где-то. Или просто вот только так? Конечно. Конечно, везде, и в Плодиве, и в Софии, и везде по этой маршруте есть хорошие гостиничные композиции. А на море вообще там. Обязательно, да. Ну вот, всё-таки динамика с изучением русского языка. Почему задают этот вопрос? Потому что поколение, которому сейчас за 50 или около того, оно говорит по-русски. А сейчас тоже интерес к русскому языку явно, потому что стали больше ездить в Болгарию, стали покупать недвижимость в Болгарии, туризм развивается, культурные связи и так далее, и так далее. А вот это поколение, которому сейчас 40, не особенно. Ну, в принципе, да, вот этому поколению сложновато, потому что некоторые начали изучать русский язык в школу, потому что был такой период, вы, наверное, знаете, когда у нас с третьего класса в школах изучался русский язык как иностранный язык. До второго курса в университете? До второго курса в университете. Абедитарно. Некоторые из этих молодых людей начинали изучать русский язык, другие вообще не изучали в школах, но многие из них ощущают необходимость изучать вот этого языка. И я могу сказать от лишнего опыта, зная моих знакомых молодых людей, которым русский язык не так уж понятен, как, скажем, английский, французский, немецкий, но они пытаются разбираться в этом языке. Они смотрят передачи по русским каналам, которых в Болгарии много, потому что у нас везде можно посмотреть основные популярные в России федеральные каналы. Уже и многие такие каналы, которые направлены на детях, на российское кино или на интересных иностранных фильмах, но на русском языке, они идут в Болгарии. Так что даже если вот эти молодые люди не могут хорошо говорить на русском языке, они смотрят вот эти каналы и вот эти передачи. Я хочу дополнить, что даже они плохо говорят по-русски, есть такие люди, но они говорят с желанием. Потому что есть, не буду сейчас говорить, но есть такие государства, где вообще не хотят говорить по-русски в языке. Так что в Болгарии это не так. В Болгарии люди с желанием говорят, даже когда их плохо говорят по-русски, они хотят, чтобы их поняли, чтобы они там дали от себя всё. Но, вы знаете, у меня потряс один факт. Я уже как-то слушателям рассказывала это. Я была в Эстонии на конференции с журналисткой, где от каждой страны был один человек. Ну вот я была от России. А от Болгарии была Снежана Тодорова. Ну и так далее. Было около 30 человек, говорили о разных вещах. И именно Снежана встала, когда эстонцы говорят, будем вести работу на английском языке или на эстонском. Ну вы представляете, когда на эстонском будут все говорить и потом будут переводить. В общем, на эстонском, кроме эстонцев, никто не говорит. И тогда встает болгарка Снежана Тодорова. Она, я ее приглашала к нам в студию. Это было лет 8, наверное, 9 назад. И она говорит, что мы здесь все придуриваемся. Что мы из себя строим? Почему мы будем говорить по-английски? Если здесь, и дальше показывает рукой, вы из Чехии, вы из Словакии, вы из Польши, вы что, не можете говорить по-русски? Вы же все умеете говорить по-русски. Вы знаете, и потом смотрит на меня, а я единственная была из России, и говорит, Татьяна, что ты скажешь? Вы знаете, у меня мурашки по коже пошли, потому что у людей-то эта потребность есть. И это, кстати, то, что нас объявляет день славянской письменности и культуры. Вот он. И тогда Снежана, она такая, знаете, она, ну давайте проголосуем. И все подняли руки, что будем говорить по-русски. И это была победа именно славянской письменности и культуры. Понимаете, как интересно? И я благодарна Снежане за этот поступок, потому что новое какое-то звучание, новое отношение к России вот на таком уровне было. Ну, знаете, очень интересный круглый стол где-то неделю тому назад проводился в институте, в университете Витте. Нас пригласили на этом круглом столе, и там больше десяти студентов выступили с докладами, с презентациями на тему Кирилла и Мефодия, славянская письменность. Кирилла и Мефодия как объединяющие, составляющие между Болгарией и Россией, между болгарской и российской. Это наши российские студенты были. Это российские студенты. И там были очень интересные презентации. Просто студенты так глубоко в эту тему зашли, с таким отношением невероятным к этой тематике, что просто я так сидела, и я была горда, что я болгарка. Вот с таким отношением они по этой теме говорили. Но вот одна из этих девушек сделала очень интересный философский доклад. И она объяснила, почему славянский альфавит — это космический альфавит. Она каждую букву рассматривала именно в таком символическом смысле, как послание космическое. И даже если это не так в реальной жизни, а только в этой духовной сфере, очень приятно знать, что ты являешься частью космоса, частью вот той глубокой мировой позитивной энергетикой. — Замечательно. Ну, вы же знаете, что сейчас время от времени раздаётся такое. А что говорить о празднике Кирилла и Мефодия? А что говорить о празднике славянской письменности и культуры? Российская письменность была давным-давно. Вот писали там на чём-то, что-то было. Ну, это не так уж вроде и важно. Вот что вы по этому поводу думаете? — Для меня это что было и как было. Для меня важно, что мы сейчас говорим и понимаем друг друга. А что было, как было, меня сейчас так сильно не интересует. Важно, что у нас есть понимание. Мы дружим, мы общаемся, мы просто работаем. И что, вот я хочу сказать, что не только в Москве. Я был недавно, полтора месяца назад, в Ступино. Вот у меня в Подмосковье. Я был впечатлён. Там было, по-братиму, сделали город Велинград и город Ступино. Когда мы там увидели, что сделали дети, там их библиотека, их дом культуры, какая была просто изложба, всё было посвящено это братья Кирилл Мефори. И это, я думаю, что было, может быть, у каждого народа было что-то. — Конечно. — Но важно, что сейчас... — Что есть. — Что есть, и что мы должны сохранить это. Потому что, если мы не сохраним это, то мы не славяне, значит, мы какие-то другие люди. — Есть такое выражение. — Притом, если мы напишем, вот мы, болгары, напишем слово «мир», россиянину сразу будет понятно, что именно мы написали. И скажут, вот это по-русски написано. Если мы напишем слово «мама», это то же самое и на русском языке. Вот недавно мы с Ильяном на одной встрече были, и там вот нам сказали вот это послание, твори добро. И говорят, ну как это будет на болгарском языке? А вот на болгарском то же самое пишется. Так же и читается почти. Твори добро. Смысл один и тот же. — Самое главное, особо полагающее, какие-то духовные такие основы, они общие. И с одними и теми же буквами, с одном и том же смысле. — Вот мы сказали о прошлом. Есть такое выражение. Смотри назад. Сейчас вспомню. «Смотри назад с уважением, смотри вперёд с надеждой, смотри вверх с верой, а смотри вокруг с любовью». И вот мне кажется, что это как раз есть. Вот то, что сейчас происходит между Болгарией и Россией. Связи, которые были прерваны, что уж там говорить, песни слова не выкинешь. 90-е годы, как в семье, когда бросают горшки, тарелки, всё бьётся, а потом спохватываются, за голову хватаются, что ж мы наделали-то, ребята? Надо что-то менять. И похоже, что сейчас это меняется, и не только с Болгарией. Ну, и всё-таки, вот сейчас мы перед радиослушателями. Что бы вам хотелось сказать? Ну, культура — это всё замечательно. Это основополагающее то, что есть. Потому что вначале было всё-таки слово, да? Но есть ещё и материальные какие-то основы. Что бы вы хотели пожелать и нашим радиослушателям, и вашим соотечественникам, ну, и основываясь на том, что мы сегодня имеем? Ильяна. Ну, сначала, конечно, хочу пожелать им здоровья, счастья, чтобы продолжали так хорошо отношения развиваться между нашими народами, чтобы продолжали приезжать в Болгарию, отдыхать россияне, чтобы продолжали покупать недвижимость, чтобы пользовали наши продукты, которые очень экологичные, очень хорошие, чтобы каждый знает болгарский перец, болгарские консервы. Ну, это уже пошла реклама. Да, да, да. И хочу, что они так всегда чувствовали себя, как дома в Болгарии, потому что не случайно, не случайно было сказано, курица не птица, Болгария не зная. Не за границей. Так, Катя. Ну, я тоже, как и Илья, считаю, что здоровье – это самое главное. Человек должен быть здоровым, чтобы он мог выделить время, силы, мысли, энергию на всех остальных позитивных действиях в своём жизни. И мне очень нравится вот то выражение, с которым всегда заканчивают сериал про Кота Леопольда. Давайте жить дружно. Я бы не сказала «давайте жить», давайте продолжать вот эти дружеские отношения и в бизнесе, и в культуре, и в нормальной человеческой жизни, потому что нас многое связывает, и мы можем и работать, и дружить, и отдыхать вместе, и чувствовать себя прекрасно в этих дружеских общениях. Ну, и если учесть, что и Болгария, и Россия сейчас всё-таки находятся пока ещё не на подъёме. Очень хочется, что мы найдём силы в том, чтобы, поддерживая друг друга, становиться сильнее. Дорогие радиослушатели, мы сегодня беседовали с Ильяном Цоневым, директором делового центра Болгарии в России, с Катей Жековой, которая возглавляет службу торгово-экономических вопросов республики Болгарии в России. А говорили мы о Дне славянской письменности и культуре, о Кирилле и Мефодии, о празднике, который отмечаем в эти майские дни, в эти безумно красивые дни, когда цветёт сирень, поют соловьи, и когда сама природа говорит, что впереди надежда, и всё ещё будет. Дай Бог. Дай Бог, чтобы всё было хорошо. Передачу вела я, Татьяна Федяева. Я благодарю наших гостей. Спасибо, Катя, спасибо, Ильяна. И я надеюсь, что и наши радиослушатели откликнутся на ваши добрые слова, что будем жить, во-первых, дружно, а во-вторых, вспомним, что у нас очень много объединений. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Народный интерес